Жилищные или коммунальные проблемы гораздо эффективнее решаются после личного посещения мэра округа. Вот и сегодня в коридоре окружной администрации собрались люди, которые о своей проблеме пришли рассказать лично Сергею Петрову. Как правило, вопросы поступают общего характера. Жалобы на работу управляющей компании, начисление оплаты за вывоз ТКО и коммунальные тарифы. Валентина Исламова платежи от рекоператора получает регулярно. Вот только данные там указаны неверные. Ошибка в квадратах, причем в пользу собственницы. Но она переживает, как бы потом не пришлось платить огромную сумму. Проблемы посерьезнее возникли у председателей трех садоводств, которые находятся в черте города. За электроэнергию они вынуждены платить в разы больше горожан. Вот мы три садоводства сбросились по 120 тысяч. И вот то, что у них там было короткое замыкание, подземный кабель, мы за свой счет отремонтировали. Они нам обещали, мы с вас не будем брать потери, не будем брать эксплуатацию электролинии. Но они все равно сейчас, вот Петров у них тоже Петров Николай Николаевич ушел, у них новый теперь председатель. И они опять нам там накрутили, сказали и холостой ход, и 10%. Мэром круга совместно с начальником управления коммунального хозяйства нашли пути решения данной проблемы. Василина Шунова поможет подать заявку на прямое подключение к электрическим сетям. Это, конечно же, будет не сразу, потому что вы понимаете, что эту линию еще новую, которую для подключения надо будет построить, но это все вполне возможно. Поэтому заявки мы с вами оформим и дальше будем ждать развития тех сетей, которые мы предполагаем и договорились с южным массивом. По проекту на ближайшие два года окружная администрация запланировала обеспечение электросетями и питающим центром территории, отданной многодетным семьям под строительство. Садоводство «Мичуринец», садовод-1 и преобразователь расположены рядом, и поэтому проблем с электроснабжением в будущем у них не возникнет. Ирина Шавлюк, Дмитрий Новопашин, Местное время.